День добрый, дамы и господа, меня зовут Александр. Мы с вами находимся на площадке агроцентра региона Север компании Сингента. Сегодня 22 июня. За моей спиной вы можете видеть деленку кукурузы. Вот так выглядит кукуруза на нашем полевом городе, которая была посеяна 6 мая. 25 мая, в период закладки опытов по гербицидной системе защиты компании Сингента, я обещал с вами поделиться эффективностью различных вариантов системы защиты кукурузы от сорной растительности. И прежде чем я опущу камеру в прикорневую зону кукурузы, покажу вам междурядие, я хотел бы вам показать контроль. В нашем случае контроль это 2 метра посевов кукурузы, не обрабатанных препаратом Илюмис. Вот так выглядит кукуруза на контрольном варианте. Коллеги, посмотрите, обработанный участок кукурузы, где кукуруза находится в фазе 7-8 листьев. И контрольный участок, где кукуруза не обрабатывалась гербицидом Илюмис. На данном участке мы можем видеть большое количество сорняка, который в буквальном смысле угнетает кукурузу, не дает ей, собственно говоря, расти. И широкий ассортимент сорняка, включая подсолнечника щирица, марь, подмаринник, куриные проса сделали свое страшное дело, и кукуруза находится в стрессе, она более бледная, собственно говоря, не растет и не развивается. И пройдем на делянку кукурузы, где была проведена обработка препаратом Илюмис. Как я уже сказал, фаза 7-8 листьев. И обратите внимание на состояние междуряди кукурузы. Есть небольшое количество сорняка, куриные проса выскочила после проливных дождей, которые прошли недели назад. Есть погибшие сорняки, можно увидеть их. Собственно говоря, 28 дней назад обработка сделала свое дело. Пассивы кукурузы полностью защищены от негативного влияния сорной растительности. Коллеги, мы можем с вами видеть междуряди кукурузы. Здесь у нас злаковый сорнячок, куриные просы. Но вы видите, как он достаточно интересно выглядит, скрученный. Это в результате применения препарата действующее вещество проникло в растении и, собственно говоря, повлияло на его рост и развитие. Куриного проса достаточно немного есть. Немножко двудольных сорняков видно на горизонте щерица переросшая. Но, собственно говоря, она уже в его негативном влиянии не окажет. Итак, коллеги, гардегол 4 литра на гектар. И пройдем с вами на участок, где проводилась обработка препаратом люмок в дозировке 4 литра на гектар до всхода в культуру. Мы видим достаточно высокую эффективность. Видим, что препарат сработал практически на 95%. Есть небольшое количество злакового сорнячка. Мне кажется, это куриная проса, которая продолжает болеть. Болеть. И, собственно говоря, никакой угрозы продуктивности культуры уже не несет. Я хотел бы вам рассказать еще про один вариант системы защиты кукурузы от сорной растительности, предлагаемой компанией «Сингента». С возможностью применения его как ранней, после всходовой, так и до всходового применения. Это вариант люмок с дозировкой 4 литра на гектар. Идем посмотрим. Чистые междуряди кукурузы. Немножко есть злаковый сорняк, также скрученный. Видно действие гербицида. Сорняк находится под действием гербицида. И, собственно говоря, дальше мы можем видеть чистые междуряди кукурузы. Перемещаемся на другой рядок. В принципе, та же картина. Кукуруза развивается достаточно неплохо. После обработки никаких признаков и токсичности отмечено не было. Хотя были определенные колебания температуры. До скорых встреч. Всего доброго. С вами был Александр. Продолжение следует...